также кому интересно в конце можно посмотреть как мы делали подшивы прямо сверху у нас не было лесов и дом на самом деле высокий всем привет вы на канале греза строителя сегодня строим крышу крыши на доме будет у нас шатровая а значит это то что дом квадратный и здесь все легко найти откуда будет выходить диагональные ноги дом делится пополам ищется пересечения и центр это будет . откуда расходятся диагональные ноги ставится стропила и уклон крыши будет одинаковый на этой крыше стойку убрали мешало выходу на чердак любая крыша начинается с разметки ищем пересечение центр откуда будет ставится стойка дальше раскладываем гидроизол и устанавливаем мурлат мурлат у нас 100 на 150 делаем запила соединяем гвоздями под смещение мурлата мы крепим простой арматурой забиваем ее 10 сантиметров кирпич это самый простой вариант закрепить мурлат от смещения в конце покажу как мы крепим всю крышу я знаю сколько людей столько и мнений мы делаем так дальше выставляем стойку стойка у нас получилось два с половиной метра и сшиваем две доски в паре делаем диагональные ноги диагональные ноги у нас получились 8 метров заготавливаем четыре штуки и по одной начинаем выставлять наверх запиливать снимать дальше запиливать другую снимать ставить и в конце когда последнюю запилили начинаем все устанавливать верху все запила сошлись сшиваем гвоздями самое главное надо не забывать в нижней части диагонали ноги пятки надо выставлять от лицевого кирпича одинаково это делается для того чтобы когда будет подшив по дому не выделялся шов и было ровно следующие этапы выставляется диагональная нога натягивается шнурка ровно дальше делается стойка выжимается к шнурке и делается подкосы формируем полностью весь элемент подход идет к верху другой идет в нижней части и дальше сшиваем все горизонтальной доской с обоих сторон под каждый подкос обязательно приколачивается подпорный брусок если вы заметили все подкосы у нас стоят на пеноблоке 200 это делается для того чтобы вся нога была выше утепления теперь у нас выставлены все четыре диагональных ноги сделаны под ними подкосы они стоят ровно по шнурке дальше их нужно раскрепить чтобы они не уходили ни вправо ни влево когда будем упирать наружники чтобы ее не выдавить теперь переходим к установке наружников первый наружник запиливаем подгоняем к шнурке в нижней части натягивается получилась у нас вот такая пятка лучше мурлат было подтянуть внутрь дома но мы теперь не будем ставить подпорный брусок сделаем зуб и для удобства запиливания наружников нужно сделать шаблоны чтобы это было быстро и качественно и не отнимало много времени для верхней части наружника делаем тоже шаблон делается он из железа подгоняется к установленным стрепили наружнику чтобы он был плотно дальше будет накладываться обрисовываться эти наружники будем устанавливать через 70 сантиметров потому что крыша не утепляется этого достаточно вот установленного наружника отмечаем нужное расстояние дальше рулеткой до шнурки делаем размер снимаем отмечаем на пятки зуб накладываем шаблон дальше делаем нужный размер на наружнике и накладываем все шаблоны отпиливаем все лишнее дальше просто устанавливается стропили на это приколачиваем гвоздями гвозди используем 120 верхнюю часть около пяти гвоздей нижнюю часть два гвоздя справа слева и таким методом на самом деле наружники устанавливаются очень быстро не занимает очень много времени размеры дома у нас 11 на 11 дом небольшой и времени на установку этих наружников уходит около 8 часового дня так что если вы еще не подписались подписывайтесь на мой канал много интересной работы много всяких крыш не забываем нажать колокольчик ну вот с установкой наружников мы закончили это выглядит вот так теперь переходим ставить кобылки я расскажу как быстро заготовить кобылки чтобы они были однообразны делаем из материала 50 на 120 делайте 1 кобелка прикручивается на установленную уже стропила отрезок двухметровый делается отрез по вертикали делается по горизонту нужный вылет мы делаем 56 и делается накладка и по вот этой сформированной кобылке нужно сделать все остальные кобылки чтобы были похожи друг на дружку для этого 1 кобылка обкручивается всевозможными упорами получается шаблон теперь смотрите как это работает вставляется двухметровый начала отрезок нажимается топором потом делается накладка из горизонтальной мы делаем это из дюймовые доски прокручивается дальше делается утолшение чтобы было как и у нижней доски здесь соединяется накладкой прокручиваем саморезом и отрез которая пойдет на лобовую доску отрезается строго по нижней доске. И все кобылки делаются однообразно. Отставляются, зажимаются, прикручиваются, отпиливаются. И тогда кобылка получается однообразно. Разница у нее получается около 5 миллиметров, не больше. Итого у меня. И все кобылки заготавливаются таким методом. И вот так заготавливается нужное количество кобылок. Дальше их раскладываем на нужные места и будем устанавливать. Устанавливается таким методом сначала устанавливается две крайних от стен мы отводим полтора сантиметра бывает такое что стена кривая что в этот момент обыграть на две крайние кобылки натягивается шнурка и остальные кобылки не доводим до шнурки миллиметра 3 делается для того чтобы не выдавить шнурку и крышу не сделать кривой дальше проколачиваем каждую кобылку 5-6 гвоздей все выставленные кобылки стоят по одной линии и вот этот зазор от стены который я говорил он всегда присутствует чтобы крышу не сделать перевод делать тоже обязательно если крыша вальмовая или шатровая диагональные кобылки делаются на месте приколачиваются доски на диагональные ноги кобылки приколачиваем около трех метров сразу запиливаем нижний угол всю конструкцию нижнюю будем оформлять вот этим элементом крепим их между двух досок нижнюю часть подводим как стоят все кобылки по стенам шнурка натянута до угла и широкое пространство устанавливается еще одна кобылка наружник и вот теперь со стропильной частью полностью закончена дальше переходим вниз делаем подпорные элементы на длинные скаты выглядит у нас вот так можно сделать по-другому полностью стенку мы делаем облегченную крышу у нас не тяжелая но вот теперь вся крыша прикручивается к дому вязальной проволокой засверливается арматура нижний ряд конечно это лучше 4 или 5 но у нас не было выбора и кому интересно можете посмотреть как мы будем делать подшива сверху конечно это я не рекомендую у нас бывает нет выбора дома высокие возиться с лесами неохота да и неудобно вокруг дома одни канала для этого мы крепим по периметру первую обрешетку делаем лобовую доску и дальше прикручиваем две направляющих это доска дюймовка сотка к низу прокручивать конечно неудобно но стараемся сделать это хорошо дальше мы по ним будем ходить вот так это выглядит на самом деле все прочно крепко кто-то скажет это некачественно вот посмотрите какой высокий дом дальше мы крепим направляющие g-профиль пластик делаем соединитель набираем пластик на весь дом периметр у нас установка пластика софит и установка водосточной системы затратили всего два дня а с лесами вы это ушло намного дольше потому что канавы выставлять это все неудобно около недели дальше закрываем лобовую доску она делается из металла подгиб делаем три сантиметра устанавливается два крючка крайний средний делается уклон натягивается шнурка и все крючки делаются этой шнурки устанавливаются с правой руки это делать очень удобно и остается только вложить желт и конечно все опуски по всем углам мы будем делать с длинной лестнице ну вот и все в принципе я вам показал с чего начать как построить шатровую крышу в принципе все крыши делаются с таким началом теперь остается сделать обрешетку здесь будет обрешетка под мягкую кровлю под уэсби плиту у вас может быть это будет металла черепица нужный шаг там 35 ну а пока всем пока подписывайтесь на мой канал всех до новых встреч